Чтение книг является неотъемлемой частью, мне кажется, развития и вообще жизни любого человека. Без книг никуда, и это, наверное, самое главное достижение человечества, что у нас есть возможность вообще открыть книжку, вдохнуть этот запах и вдохнуть, скажем так, новые какие-то знания. Литература помогает музыке тем, что ты смотришь на то, как работали великие мастера, и пытаешься хотя бы, ну не то чтобы научиться у них, это бесполезно, но хотя бы пытаешься приобщиться вот к той культуре исполнения, к той культуре написания музыки. С одной стороны, ученик сидит за фортепиано, играл или старался играть с листа партитуру, а сидящий рядом черепнин попутно объяснял, как лучше это сделать, где перенести голос на октаву ниже, где прыгнуть левой рукой и захватить первым пальцем то, что не может сыграть вправо и так далее. С другой стороны, он давал ученикам партитуру для того, чтобы приготовить их дома и сыграть в классе более или менее гладко на основании преподанных ранее прием. Ну, Покофьев – это мой любимый композитор, многие считают, что он такой, какой-то не сильно классический, скажем, не так, как Моцарт может быть он звучит, но тем не менее этот композитор, который оставил след вообще в мировой культуре, и слушать его, конечно, это очень такой большой труд, но в то же время очень большое удовольствие. В музыке мне близко, близок стиль неоклассика, это не то, что подразумевается сегодня под ней, а это те топлеяды композиторов, которые, собственно говоря, развили классический стиль. В данной книжке мы можем столкнуться и вообще, скажем так, познакомиться с особенностями творчества великого русского композитора Петра Ильича Щековского, который, собственно говоря, поблагодарил такой интересной биографии, и как раз в данной книжке раскрываются очень многие элементы его насыщенной творческой жизни, его, скажем так, стилевые, стилистические особенности его композиторского творчества. Также добавлю, что эта книжка написана очень доступным языком, и будет крайне полезно узнать любому человеку, наверное, о том, все-таки, как творил Петр Ильич. И с философией мне близка не классическая философия, которая началась в XIX веке, это Шопенгавер, это Ницше, это философия жизни, это экзистенциализм, вот, в общем, современная философия. Она опирается на иррациональные формы, скажем так, познания, не на разум больше, на веру, на интуицию, на чувства, на инстинкты. Это очень близко к творческому началу музыки в целом. Вот у меня в руках книжка Александра Геннадьевича Данилина «Прорыв в гениальность», где он как раз пишет о том, что творческий процесс, он доступен для любого человека. Вот в своей первой главе он пишет. Складывается удивительная ситуация. Практически каждый отдельный гражданин страны считает, что справедливое средство общества, создание великих произведений искусства или совершение не менее великих открытий в науке, которые могут принести славу, это труд кого-то другого, но не у нас самих. Поэтому в данной книге описываются техники упражнения, которые помогают раскрыть свои таланты, скажем так, раскрыть свои творческие способности и действительно попытаться прорваться в гениальность. Для меня гораздо более интересным является именно книжное прочтение, потому что экранизация-то всегда некий навязанный образ, как бы мы ни хотели что-то, может быть, посмотреть, но это всегда плотное воображение другого человека, поэтому книжка – это внутреннее кино, которое, наверное, является самым ценным, что может быть. Партнер рубрики «Читай любимый край» – сеть книжных магазинов «Читай город». Здесь книги находят людей.